Так, сегодня у нас по плану мы будем рассматривать коллекции, попробуем с ними, попробуем там что-нибудь создавать, посмотрим, в чем их отличие, про функциональные интерфейсы, про лендовыражения, поскольку они там друг с другом неким образом связаны, про них немножко поговорим, и проговорим, посмотрим Stream API, как его применять, для чего нужен Stream API. И я вот такую картиночку расшарил, в принципе, как организованы стандартные коллекции Java. Есть интерфейс, да, collection, на самом деле он еще в свою очередь там унаследован от iterable, то есть, в принципе, там еще есть выше какие-то интерфейсы базовые. Вот, но в целом, то есть, есть collection, и от него у нас наследуется несколько других интерфейсов, да, это set, qe-очередь и list, список. Set – это вот множество. У каждого, в принципе, из них есть свои особенности, каждый из них там имеет несколько своих реализаций стандартных. Начнем с листа, вот, да, вот с этого интерфейса. List – это, по сути, список, да, который содержит наши какие-то элементы, вот, и у него есть несколько таких ключевых реализаций. Это ArrayList, это Vector и LinkedList. На практике зачастую используются ArrayList и LinkedList, то есть, что такое ArrayList? Это, по сути, тот же массив, просто обернутый в некий класс там со своим набором методов для удобства работы. Вот, LinkedList – это уже там двухсвязный список, содержишь внутри, и, в зависимости от того, в принципе, какие задачи там предполагаются для реализации, да, можно понимать, что выбирать. То есть, это ArrayList и LinkedList. Если мы понимаем, что нам необходимо часто и много в процессе работы приложения нашего сервиса какого-то обращаться к массиву, к элементам массива по там их индексу, например, да, то понимаем, что в этом случае выигрыш даст ArrayList, поскольку ArrayList обеспечивает доступ к элементу по индексу за константное время за счет того, что это, по сути, обычный примитивный массив внутри, и там просто достигается доступ к элементу с смещением памяти внутри. Получаем там элемент какой-то по смещению памяти, исходя из индекса. Если мы понимаем, например, что в процессе работы приложения у нас часто предполагается вставка каких-то элементов, удаление элементов, то мы понимаем в этом случае, что ArrayList, например, будет тяжеловат реализоваться, поскольку это такая ресурсоемкая довольно-таки логика, когда в ArrayList мы, по сути, удаляем какой-то элемент, да, или там вставляем в середину элемент, то есть нам нужно отодвинуть все там следующие элементы куда-то правее, да, и туда вот в свободную ячейку новую вставить элемент. Вот, и в этом случае выбор падает в сторону LinkedIn-листа, это двусвязный список, там как раз опираться на там ставку и удаление элементов, они как раз занимают тоже очень мало времени, поскольку достаточно просто из двусвязанного списка исключить элемент, там, переназначив ссылки на предыдущий и следующий элемент. Таким образом там исключается из двусвязанного списка элемент. Вот, то, что касается листа, вектор очень редко используется, стек тоже, то есть практически, ну, я там очень редко встречал где-то. Так, Q и очередь, в принципе, как таковой LinkedIn-лист уже там в свою очередь является очередью, да, DQ или Q, вот. И когда необходимо будет там работать с очередью в плане добавления какого-то элемента в конец, или там получения начального элемента или конечного элемента, то LinkedIn-лист здесь уже, в принципе, подойдет под эту роль. Вот, и давайте поговорим про set, множество его отличительной особенностью является там от листа того же, да, что set у себя хранит уникальные элементы. То есть при добавлении там двух одинаковых элементов, множество, да, там будет возникать конфликт. Вот, то есть set нас обеспечивает, нам гарантирует, что у нас будет каждого экземпляра элемент в одном количестве. Внутри там, например, hash set, да, есть три set и linked hash set. Три set, по сути, это уже упорядоченное множество, то есть оно там, элементы внутри этой структуры, не только там уникально каждый находится в единственном экземпляре, но еще и упорядоченное. Сейчас, в принципе, перейдем там уже к примерам, посмотрим, как это работает. Вот, есть помимо коллекций интерфейс map. Map, по сути, это ключ значения, да, позволяет хранить себе элементы по ключу. Вот, и есть несколько реализаций. Тримэп – это тоже, в принципе, отсортированные элементы в словаре. Hash map, hash table и linked hash map. Заставить сейчас внимание по поводу того, что, как, в каком случае использовать, не буду. Есть прямо отличнейшие статьи, где рассказывать про производительность там хэштейла и хэшмапа, в каком случае, что стоит использовать, там даже выводы есть по производительности с графиками. Если надо будет, в принципе, я в чате, к нам покидаете, ссылки на статьи. Сейчас у нас тема вебинара, поэтому будем переходить к практике кода. Вот, это все, что касается стандартных коллекций. И давайте что-нибудь попробуем. Я сделал небольшую заготовочку. Я, в общем-то, дальше использую наш из третьего урока класс developer. Немного видоизменив базовый его класс, я сюда добавил два метода equals и хэш-код. Вот, equals, по сути, это сравнение двух объектов, двух эмплойеров между собой. Ну, и хэш-код просто считает хэш-код текущего класса, исходя из его параметра. И в девелопере тоже приопределил два метода, equals и хэш-код также. Вот, при этом equals уже наследуемого класса, в принципе, сначала еще и проверяет между собой, равны ли объекты базового типа, то есть базового класса. Вот, если нет, то дальше, в принципе, нечего проверять. Если да, то дальше уже приводится это к девелоперу и проверяется уже параметры девелопера. То же самое с хэш-кодом. Используется хэш-код от базового класса, плюс свой параметр, добавленный в этот наследуемый класс language, язык программирования. Еще метод toString, где я просто привожу там представление, строковое представление девелопера нашего в виде name, age, language. То есть имя, возраст и на каком языке программировать. Вот, это то, что я подготовил, такие сготовки для нашего вебинара. Вот, и вот такой класс. Кстати, я вот это пока уберу, все равно не нужен. Такой класс. Здесь мы будем сейчас что-то пробовать в мейне, запускать, смотреть, как это работает. И вот заготовочка в виде списка наших разработчиков, где я просто насоздавал много экземпляров такого класса, заполнил различными именами, фамилиями, возраст какой-то нам удобно указал и на каком языке кто программирует. Любое совпадение случайно. Так, давайте попутно еще, ну давайте сейчас попробуем про Stream API что-нибудь, да, например. Что такое Stream API и для чего они нужны, собственно, для чего это нам нужно. Предположим, нам необходимо, давайте, например, сейчас первую задачу, необходимо посчитать суммарный возраст всех наших разработчиков в данном листе. То есть, что мы делаем? Я сначала обращаюсь к методу Stream нашего листа. Stream, по сути, предполагает уже обход элементов данного листа. Дальше я могу в следующей итерации сделать, например, что мне нужно. Мы хотим посчитать суммарный возраст. Для этого, то есть сейчас элементами Stream API у меня является обхода. Это каждый, каждый, как бы, экземпляр этого, каждый элемент этого листа – девелопер. Мне необходимо получить из него именно возраст, да, age. Что я при этом делаю? Есть метод Map, который, в принципе, переводит каждый элемент в этом списке в другой какой-то элемент, в другую последовательность, по сути, по тому правилу, которое мы сюда сдаем. Вот, и мы видим, что нам сюда подается некоторая функция в этот метод Map. Давайте я пока сейчас напишу и, в принципе, покажу потом, что дальше. Сюда как раз можно подать лямбда-выражение, например, x. Каждый элемент я представляю в виде x, да, то есть каждый девелопер сюда будет поставляться примерно аргументом, как x представляете. Вот, и я с ним хочу, то есть давайте пока расширим x, x, точка, и что-то не получилось. Вот так, вот так, вот так. Нам нужен возраст. Нам почему-то с ритурным не сработало. Да, окей. То есть, а, все, я понял, почему с ритурным не работает, потому что нужно фигурные скобки показать. Вот. То есть, что это такое? Вот это вот и есть наше лямбда-выражение. Пока пройдем дальше. По лямбду сейчас мы поговорим. Вот. Собственно, я преобразовал каждый элемент этого списка, да, в просто набор интов, по сути. Наших интов, то есть, проходя по каждому девелоперу в списке девелоперс, мы берем, возвращаем возраст разработчика каждого. И мы, по сути, получаем уже на следующем шаге, грубо говоря, уже массив интов. Дальше можем посчитать, например, там, например, каунт, да, можем количество посчитать. То есть, можем собрать это в тот же самый список. То есть, мы, если соберем вот таким образом коллект, коллект является уже, как это называется, исполняемой командой. То есть, все, что до этого было, это, по сути, подготовка этого стрима, описание правил и так далее. И все это срабатывает, все это начинает сработать, когда только происходит вот эта вот исполнительная последняя команда какая-то. Вот. Положим. Сейчас добавлю локальную переменную. Вот. Собственно, преобразовав каждый элемент этого массива в набор интов, и когда мы в итоге собрали все это в наш новый полученный список, мы получаем на выходе список вот тех самых интов. Чтобы посчитать, в принципе, сумму, мы, например, ладно, я это уберу, но не хотим. Окей. Тогда соберем пока все это, как я делал. Вот. И, например, мы дальше можем с долгой коллекцией нашей работать, да, мы также можем по нему обходить и, ну, что-то с этим делать, например. Да, тут много есть. Можно минимальное и максимальное значение. Хотел что-то сумму, я почему-то сумму не вижу. Вот. Вот сейчас посмотреть. То есть мы можем найти максимальное и минимальное значение, да, там, например. Так, секундочку. Надо все-таки разобраться. Тут должно быть, например, map to int. Вот. Потом у нее как раз можно вот считать сумму и так далее, да. Вот. Единственное, что вот сюда подается. На мастеринт. Вот. Сейчас про референс тоже расскажу, что это такое. Вот. И дальше мы можем читать как раз сумму. Давайте введем локалитременную. Можно, в принципе, дальше распечатать сумму нашу. То есть у нас суммарно сейчас возраст всех 521. Если не ошибаюсь, здесь можно различные варианты использовать. Можно что-то типа average, посчитать, да, средний возраст. Только это уже не в int сохраняться будет, да, а там какая-нибудь что-то типа double. То есть есть средний возраст. Можно посчитать. Ну и давайте про вот эту вот штуку поговорим, про лямбда. То есть у нас есть интерфейсы, функциональные интерфейсы. Мы уже немножко говорили про них на прошлом занятии. Вот у нас, по сути, функциональный интерфейс. Это интерфейс, который состоит всего лишь там из одного метода. Предположим, у нас сейчас задача отсортировать данный список. Давайте по тому же возрасту, например, да. Мы хотим по возрасту отсортировать данный список. Как это будет выглядеть на стримах? Вот используем developers, stream, опять же, sorted. То есть в sorted как раз подается тот самый компаратор, да, который я в задании указывал в advanced list. То есть вот есть компаратор, по которому будет происходить сортировка. Компаратор, по сути, это тоже функциональный интерфейс, который нужно переопределить всего лишь там. Один метод. Вот, и давайте мы сейчас, то есть по сути, мы можем здесь вот написать, да, там new, компаратор, девелопер, и он нам скажет, что необходимо... То есть это вот как раз анонимный класс. Я не буду там сейчас создавать отдельный класс, который реализует компаратор-девелопер. Я просто прямо анонимный класс на лету определяю. Вот, и нужно для него, в общем-то, метод компаратор определить. Мы хотим упорядочить по возрасту, да. То есть там, посмотрите, компарер как работает. Наверное, есть у него описание, даже там можем почитать. Да, описание много. Компарер. Суть в чем? То есть, если метод возвращает ноль, вот этот компарер, то значит объекты между собой равны. По тому параметру, по тому критерию, по которому мы порядочим. Если возвращается большая величина какая-то, больше единиц, больше нуля, то значит объекту один считается больше, чем объекту два. Если возвращается отрицательно какое-то значение, меньше нуля, в этом случае считается, что объекту два больше объекту один. Вот, тут об этом здесь и написано. Много букв. Вот, и давайте, ну, что-то примерно такое напишем. Можно это все прям в одну строчку хитрым образом там написать через интегер, но давайте прям распишем для того, чтобы понятно было, в каком случае что возвращается. То есть, если у один объекта, да, берем его возраст, мы же по возрасту собираемся сортировать. Оно равно там O2, это H. То есть, мы сравнили их возраст, если они совпадают, возвращаем в этом случае из нашего метода 0. То есть, мы говорим, что эти объекты между собой равны. O1-девелопер и O2-девелопер. Далее, если... Вот так, может. Return. Проверяем, например, O1-age. Больше ли... Больше ли O2-age. Это наш тернарный оператор проверки, да? То есть, мы его проходили на первом занятии. Если действительно, да, больше, мы возвращаем, например, положительное число. Если меньше, мы возвращаем отрицательное число. То есть, вот так вот. Вот эта форма записи тернарный их, да, вот эта вот проверка на условия. Мы вот это вот условие описываем. Что мы хотим проверить? Дальше знак вопроса. Вот это вот до двоеточия, по сути, это условие, если выполняется. После двоеточия условие, если выполняется. Вот в этом случае, если возраст O1 больше, мы возвращаем единицу. Если возраст O2 больше, то минус 1. Так, мы отсортировали по такому правилу, грубо говоря. И давайте соберем это тоже в наш лист. И, в принципе, этот лист распечатаем. Посмотрим, действительно ли упорядочилось. Коллега 1. Пусть будет коллега 1. Запускаем. Смотрим, что у нас сначала там 18 лет, 20, 21 следующий девелопер, 22. Ну, как будто бы, вроде бы, упорядочить. При этом изначально массив там был 20, 30, 40, 21. Видим, что действительно есть Анна там 18 лет и так далее. И самый последний, наверное, самый старший у нас, видимо, 45 должен быть. Скорее всего, так и есть, да. То есть самый последний 45. То есть мы действительно упорядочили по тому правилу, которое мы задали вот здесь, в этом компараторе нашем. Мы, по сути, просто создали анонимный класс, который реализует данный функциональный интерфейс сразу. Смотрите, что будет, если я, например, сделал обратно. Да, вот тут вот минус 1 сделаю, а здесь плюс 1. Кого, какие предположения? Да, в обратном порядке будет. Да, да, да. Да, все правильно. Будет в обратном порядке порядочно. Давайте, собственно, запустим, посмотрим, действительно ли это так. Видим, да, что у нас начинается уже первые 45, 40, пошло убывание 38, 36 и так далее. В общем-то, и вот последний элемент у нас как раз 18 лет там. Окей. То есть, в принципе, порядочно работает. Давайте посмотрим, вот я вот сюда хочу заострить внимание, на наш вот этот анонимный класс. Смотрите, в принципе, идея нам уже подсказывает, что мы можем, вот когда вот так вот подчеркивают там тусклым сферам, да, уже подсказывает о том, что что-то можно здесь упростить в части входа. Она нам говорит, можно заменить данную реализацию функционального интерфейса на лямбда-выражение. Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Вот таким образом функциональный интерфейс, наш анонимный класс данного функционального интерфейса, да, там реализующий функциональный интерфейс, свернул вот такую лямбду. Давайте мы вынесем это сейчас пока в отдельную реализацию. С компаратором, чтобы там был ментеджер. Да, минимум же, а вот можно вот таким вот, да. Только... Вот. И сюда просто подаем этот компарат. Подозреваю, что ничего не поменяется будет. Ну, надеюсь, что будет так же работать. Свидем опять, да, в обратном порядке. Вроде бы упорядочилось. 38, 36, 33. Ну да, вроде работает. Как, то есть, что означает вот эта вот запись, что это, вот это вот на самом деле лямбда-выражение, да, вот то, что отсюда начинается, вот на сих, это лямбда-выражение. О чем говорить? Сначала идет в скобках то, что это аргументы, параметры лямбда-выражение, которое приходит на вход. То есть, нам приходит O1 и O2. Поскольку, как бы это наглядно, что прямо рядышком, давайте еще, вот, для сравнения, чтобы мы, в принципе, наглядно видели. У метода compare как раз два аргумента, developer O1 и developer O2. Как раз-таки в случае лямбда-выражения, вот эти вот два параметра, вот так вот скобочку просто, то есть, вначале обрамляются, и получается, что вот они, два аргумента, к нам приходят в нашу реализацию метода, да. Вот при этом тип здесь не указывается, поскольку мы уже знаем, какого типа мы сюда получаем, да, там, в данном случае developer. Вот, дальше такая стрелочка, то есть, говорит о том, что дальше идет реализация данного метода. Вот, и мы открываем фигурные скобки, где, в принципе, уже описываем реализацию нашего этого метода, да, compare. Ну, и здесь, собственно, все то же самое. Вот, и, в принципе, мы можем спокойно подавать сюда, то есть, мы можем как лямбда сюда подставлять сразу, можем просто его прислать, там, наш реализация интерфейса подставлять тоже сюда. Это что касается лямбда-выражений. Во что и как еще, в принципе, можно лямбда-выражения дальше нам как-то преобразовать, упростить и так далее. В некоторых случаях мы можем лямбда-выражения еще больше просить, да, вот, вернемся к нашему примеру, где мы нашу коллекцию, да, из, грубо говоря, массива девелоперов превращаем в массив чисел. Нам уже здесь тоже идея говорить, что ретурн здесь на самом деле не нужен. То есть, можно превратить это так. То есть, когда какая-то сложная, да, там, внутри реализация, куда? Здесь как бы фигурные скобки открываем, какую-то логику проверяем, пишем ретурн, что возвращается и так далее. В случае, если это состоит из одного оператора, то можно исключить слово ретурн и сразу писать вот таким образом. Вот, это случай, когда лямбда-выражение состоит из одного оператора. Можно ретурн убирать, фигурные скобки не использовать, просто сразу, что должно возвращаться. Более того, мы это лямбда-выражение можем еще сильнее упростить. Не знаю, идея нам подскажет или нет, давайте посмотрим. Да, идея подсказывает, что можно упростить на референс метода. Давайте посмотрим, что это выглядит, потом расскажу, что это такое. У нас в итоге лямбда-выражение превратилось в вот такой референс. В чем он говорит? То есть, в принципе, если мы внутри используем просто метод того класса, который у нас находится, по которому мы обходим, по листу которых, по списку которых мы обходим, то мы просто при преобразовании можем сказать, что преобразовать нужно в массив возраста, age, вот этих, таким образом, то есть вызвав у каждого элемента девелопера, у каждого экземпляра девелопер метод getAge. И таким образом мы дальше, после этого шага, получаем массив уже интов, а конкретнее вот уже возраста каждого девелопера. После чего можем все это собрать там в список, уже в список чисел. Вот. Давайте что-нибудь еще попробуем. Что нам необходимо? Например, мы хотим получить все имена java-разработчиков. Давайте, например, вот так вот. Собственно, все то же самое. Stream. И первым делом нам необходимо отфильтровать все элементы стрима, списка там по тому, что у них должны быть всех там getLanguage, java, да, должен быть. Собственно, давайте так и сделаем. Есть метод filter. Здесь тоже подается функциональный интерфейс. То есть каждый элемент списка представим как x. И данный предикат должен возвращать true или false условия. То есть если true выполняется, то в списке остается данный элемент. Если false, то он исключается за этот список. И дальше мы работаем там уже с отфильтрованным списком. Ну, давайте пока полной схеме нарисуем. Напишем return. x. Что там у нас? GetLanguage, да, должен быть? Сейчас я не вижу getLanguage. У нас, наверное, нету метода этого getLanguage. Да, у нас его, видимо, и нету. Давайте добавим. Это для language. Вот так вот, да. Вот, getLanguage с точкой equals java. Единственное только... Давайте немножко проговорим про... Ну, окей, давайте сначала доведем. То есть отфильтровали. Соберем это все в новый наш список. Про коллектор тоже еще поговорим. Коллектор как работает. И, в принципе, можем это там уже сохранить в какой-то наш новый... Сохранить в новый локальный переменный. Developers. Или давайте даже... Java Developers. Можем сейчас этот список. Посмотреть. Действительно работает ли. Видим вот эту третью строчку. Вроде бы Java, 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 Java. И все. Вот все наши разработчики, у которых language, все остальные уже, ну, как бы, не попали сюда. Мы отфильтровали их. Вот по этому условию, да. То есть мы берем только тех, кого language, приватное свойство language равно строке Java. Давайте немножко, ну, во-первых, упростим. Нам не нужны здесь ретурные фигурные скобки. Мы можем так сделать. Плюс, смотрите, с практикой, в принципе, будьте много видеть, что запись, она... Вот эта вот запись выглядит несколько иначе, зачастую. То есть сначала идет строка Java, потом точка equals, и потом уже к чему конкретно? Есть предположения у кого, почему именно так? Кто как думает? Нет, нет. На самом деле все гораздо проще. Мы таким образом, в принципе, избавляемся от потенциального риска получить null-point exception. То есть мы не знаем, да, что... Давайте вернем обратно запись. Или просто вот эту вот возьмем. Закомментируем пока. И вот этот фильтр переделаем обратно на запись, которая была у нас. Мы, на самом деле, здесь не застрахованы от того, что в language может быть помещен null. И если мы у null дальше вызываем equals, то мы получаем null-point exception. То есть мы по нулевому объекту вызываем метод equals. И дальше сравним там с Java, например. Вот. В этом случае мы получим явно null-point exception. Давайте можем попробовать даже его словить. Да, видите, мы поймали ошибку при выполнении программы. То есть она у нас выстекла именно вот здесь вот, в 70-й строке. Давайте теперь вернем вот этот безопасный, скажем, подход. То есть в этом случае у нас null-point exception никакого не случилось. Когда в строке Java сравнивается с нулом, в данном случае нам возвращается null, да, ну как бы возвращается false. То есть просто между собой эти строки неравны. И дальше как бы по списку идет. Вот. Поэтому тоже на это обращайте внимание. Особенно в таких вот случаях, да, когда нужно сравнить объект там с другими. Либо же там с Enam еще бывает очень часто сравнение. Сначала лучше брать какой-то Enam, точка E+, и потом уже, например, какое-то свойство класса. Как-то так, в общем. Вот. Что еще? Какой-нибудь пример. Давайте соберем это в множество, скажем, в set, да, который у нас должен быть как бы там из уникальных элементов стоять. При этом, так, у нас же уже есть equals и хэш-код, да. Во, заодно как раз посмотрим, как идет сбор в... По каким критериям, точнее, собирается множество set, где не должны повторяться объекты, равные между собой. Ну, мы можем, кстати... Не, ну давайте отдельно еще. Берем там всех наших разработчиков. Давайте, например, не знаю, фильтруем их по возрасту, да, там. Возьмем всех, у кого возраст больше, например, 30 лет. Дальше соберем их не в лист, а в наш set. То есть, в принципе, ну, сейчас все ожидаемо. У нас все между собой девелоперы не равны, вроде как бы, да, и мы просто получим отфильтрованный список наших разработчиков. То есть, всех разработчиков, у кого возраст больше 30 лет. Давайте посмотрим, на что же в итоге ориентируется set, да, когда, в общем-то, когда идет вот его заполнение. То есть, по какому принципу данная коллекция считает, что уникальный уже элемент есть, и добавлять там потом не нужно. Для этого мы с вами давайте сначала... Может, я хочу показать. Давайте распечатаем, что у нас используется метод equals, и также распечатаем, что у нас используется метод хэш-код. Я добавил в equals и хэш-код просто печать на экран, что эти методы были вызваны. Еще раз вызовем. Видим, да, что сейчас у нас используются методы хэш для того, чтобы сформировать наше множество. То есть, в принципе, предполагается, что пробежался там по каждому элементу, посмотрел, а нет ли такого хэша, действительно убедился, что нет, и добавляет тогда в множество set очередной элемент. Вот. Казалось бы, вроде бы, equals не вызвался. В случае, если мы вернем для всех объектов один и тот же хэш-код, то есть он будет сейчас уникальным. То есть мы сейчас видим, что собирается все это сравнивать между собой по хэшу. Что будет, если у нас, например, все хэши будут одинаковы? Казалось бы, ну, как будто бы должно быть тогда какой-то один элемент взяться, потому что объекты между собой, получается, в этом случае равны. Ну, смотрим, на самом деле, что если хэши между собой равны, то начинают сравнивать объекты по equals. Причем дальше там каждый с каждым, еще больше с каждым и так далее. Вот. Если equals между собой не совпадает, то, значит, это все-таки разные объекты. Пусть их хэш-код у них одинаковый. То есть по хэш-коду, если они одинаковые, они экивалентны. Но equals, если не возвращает false, то, значит, они не равны между собой. И вроде бы весь тот же список разработчиков наших остался. Вопрос. Давайте спрячем. Тоже вернем какой-то констант, но всегда true. То есть объекты между собой равны всегда. В этом случае мы видим, что у нас остался только множество, один разработчик, тот, который Федор Федоров 40 лет. Почему именно он? Наверное, полагаю, потому что он идет здесь первым разработчиком, у которого возраст за 30. Все остальные уже, которые добавлялись, там, 38, он проверял девелопера, что уже он equals и хэш-код совпадают, значит, не добавляем. Значит, это уже тот же самый объект, он уже у нас есть в множестве сетов. И вот так далее. По всем пройдясь, сравнивал с первым добавленным. На все возвращалось, что они эквивалентны и равны между собой эти классы, поэтому множество сетов в новый объект тоже не добавлялся. Вот. Для чего я все это, собственно, показываю? Предельно внимательно будьте при работе с методами хэш-код equals. Любая там неоплошность и любая ошибка, в принципе, может привести к тому, что неправильно будут формироваться списки или же неправильно будет формироваться там мап. В мапе тоже складываются там внутри. Почитайте лучше как раз про эту статью какую-нибудь по мапу. Но суть там в том, что если мы говорим про хэш-мап реализацию, то изначально хэш-мап бьется, так называемые, корзины на бакеты. И в каждый бакет по хэш-коду, по-своему, в зависимости от того, какой хэш-код, определяется, в какую корзину элемент попадет. То есть это, по сути, дробление элементов по корзинам в хэш-мапе. Для чего это сделано? Для того, чтобы потом проще искать объект уже сразу в нужной корзине. Потому что если мы знаем хэш-код, то мы знаем сразу, в какой корзине искать. А это уже сразу там на порядок меньше элементов, среди которых нужно обеспечить какой-то поиск. И если в этом случае, например, у нас будет какая-то константность значения возвращаться, то хэш-мап превратится ровно тем же списком линкет-лист, поскольку все будут попадать элементы в одну корзину. И мы никакого выигрыша от хэш-мапа, по сути, не получим. Поэтому об этом надо заботиться, надо понимать, в каком случае какой должен быть хэш-код, и в каком случае какие классы должны быть. Да, практически везде используем так. Так, сначала проверяется по хэш-коду, если они... То есть какое правило работает на хэш-код и equals? Если объекты совпадают по хэш-коду, говорят, что они эквивалентны. Но это не гарантирует того, что они между собой равны. То есть хэш-код может совпадать у объектов, но equals может быть различным. В обратную сторону, если объекты между собой изначально уже по equals равны, то предполагается, что их хэш-код тоже должен быть... У них уже совпадать. То есть они равны и эквивалентны должны быть между собой. Вот. Если эквивалентны, то они обязательно равны. Поэтому сначала сравнивается по хэш-коду. Если изначально уже хэш-код различается, то дальше нет смысла сравнивать их по equals. Если они эквивалентны, то дальше можно их по equals ставить. Давайте, не знаю, что еще может взялось. Давайте, ну просто, например, соберем... Что у нас в списке, какие вообще, какой стек технологии есть у нас в списке. Да, там... Мы, опять же, называем там стрим для нашего листа developers. Дальше мы хотим преобразовать их... Нам же необходимо дальше проверять language по свойству. То есть мы их преобразовываем в список уже строк language. То есть, и по сути, давайте сразу здесь референс использовать. Developer get language. То есть мы преобразовали. Получили уже здесь на данном этапе... Ну, как бы для себя понимаем, что на данном этапе мы уже получаем список только лишь строк, состоящий из полей language каждого девелопера. И, в принципе, дальше нам ничего не мешает. Там collect, кстати, collect to set. То есть, если мы просто в лист, то мы получим новый список вот этих вот... Java, 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 C++ и так далее. То есть будет много всего повторяющегося. Мы сразу перевели это к set. То есть мы получили уникальный там... Массив уникальных значений. И, по сути, мы знаем, поймем, какой стэк... Какой стэк там в каком-нибудь отделе нашим, да? Мы получили, что, в принципе, в нашем списке разработчики вот такого стэка есть. Получили список уникальных значений. Что бы еще такого показать? Давайте, не знаю, давайте... Соберем все просто имена, фамилии, например, да. Перечислим все имена, фамилии в итоговую одну строку. Вроде бы так можно сделать. Если что, погуглим тоже. Опять же, просто преобразовываем по референсу, можем... Developer... Let's name. Дальше нам нужно это соединить все в одну строку какую-то с разделителем, да, там через запятую. Если не ошибаюсь, есть, да, joining, вот такой. И здесь указывается, вроде бы, каким символом разделителем мы хотим все это объединить. Например, там, запятую. Вот, давайте локальный перемен в какой-то стране. Переменок уже. Мы получили вот такую строчку, по сути, которая просто является конкредитенацией всех имен наших разработчиков, ну, через запятую. Какие-нибудь еще примеры, если есть, ребят, накидывайте, от чего мы еще нам не хотим реализовать. То есть стрим API – это вот как раз работа, по сути, с коллекцией. Обходим их, можем их во что-то преобразовывать в какие-то другие объекты, с которыми дальше нам работать надо. Фильтровать, во что-то собирать. Можно, там, какую-то логику сделать. Мы можем не просто там коллекцию, например, вызвать, да, мы можем после коллекции просто там, после мапа, например, for each. И просто здесь уже внутри будет выполняться логика для каждого. Причем мы здесь понимаем, что уже for each, да, это будет S. Ну, стринг сюда подается. То есть мы уже преобразовали это в массив имен. И для каждого уже элементом из массива имен, а это, по сути, массив стрингов уже, да, мы можем с этими строками что-то здесь делать. Какую-то логику внутри. В данном случае, например, просто распечатаем. Кстати говоря, тоже можно заменить на reference. Нам ничего не мешает. System.out.println. И на вход как раз сюда подается, будет подаваться аргумент. Единственное, только мы теперь не приравним это. Просто распечатали вот весь, все имена. Что еще? Мы можем, например, упорядочить, да, как мы до этого делали. Попорядочить по нашему компаратору, взять там лимит первых трех, типа, три самых старичка, скажем так, и распечатать их имена. Кто же это такие у нас? Не распечатаем. А, да, потому что нам преобразовать не нужно. Мы же будем сравнивать. А, сейчас не имена. Давайте тогда распечатаем имена действительно. То есть отсортировали, потом превратили это в имена, список имен. Взяли первые три, их распечатали. Вот и вот наш топ-3 старичков, разработчиков. Анатолий, Федор и Андрей. Давайте посмотрим действительно ли так. Анатолий, 45. Что там дальше? Федор был, да? Федор. 40 лет. И некий Андрей, 38. Да. Наш топчик старичков. Вот. То есть заметно сокращает код. В принципе, все довольно наглядно и понятно. Не нужно там писать цикл for, обходить множество различных условий. Потом, например, после трех делать какой-то break из for. Доставать всякий раз какой-то name, смотреть, собственно, запоминать, как куда-то, и потом распечатать все это. Здесь все довольно, со стримами получается лаконично и красиво. Окей. Ладно, пишите еще остальные вопросы, что в чате. Если у нас больше ничего нет, давайте завершать. Спасибо всем, что пришли. Спасибо всем, что пришли. До завтра. Завтра у нас занятие. Избавайте. Все. Всем пока. Пока.